Как сделать в фоторедакторе объявление? Ну, грубо говоря, назовем это так. А потом покажу, как сделать то же самое, только в видеоредакторе, и чтобы оно было анимированное. Это все сделать можно очень просто, очень интересно, очень легко. Инструменты для этого тоже можно легко установить к вам на компьютеры. Как это сделать, какие именно инструменты, это я вам все сейчас расскажу. Если какие-то вопросы по ходу будут, вы мне тогда в чат тоже пишите. Также свою презентацию и видео, которое я записывала, я вам потом расшарю, вы можете скачать. Ну, собственно, вот такой план. Давайте, наверное, начнем. Так, презентарчику вы видите, да? Все хорошо. Хорошо. Ну, вот в первую очередь мы IT-компания, компания Movavi. Мы находимся в Новосибирске, российская компания, нам уже 15 лет, мы достаточно большие. Мы выпускаем софт, программное обеспечение на компьютеры. Ну, поскольку мы большие, продаем практически во все страны мира его, на 14 языках мы его производим. Но вот мы такие региональные команды, которые не переезжают никуда, включая Москву, мы остаемся в Новосибирске. Вот, то есть мы такие местные. И у нас одна из задач сделать софт таким образом, чтобы его мог использовать каждый человек. Чтобы вы могли сесть, не проходя какие-то дополнительные курсы, не заканчивая там, не изучая долго какие-то инструкции. Чтобы вы сели, все было интуитивно понятно, все просто, посмотрели, потратили там 15-20 минут и разобрались с тем, как работать. Собственно, это один из больших плюсов в образовании, потому что очень легко, во-первых, педагоги, у которых нет времени, да, могут это все осваивать. Во-вторых, можно очень легко осваивать это и с ребятами, причем любого возраста. Мы экспериментировали с началкой, давали им программы 15 минут, и они в них работали. И, в принципе, даже особо без помощи учителя, то есть они разбираются гораздо быстрее, чем педагоги. Ну, педагогам немножечко приходится подольше посидеть. Поколение у нас новое-то такое, им нравится разбираться быстро. Собственно, при нашей компании три года назад открыли проект. Это социальный проект, он такой благотворительный, можно сказать, касается образования. Поскольку мы переживаем за развитие цифровизации, за развитие медиатехнологий, нам хочется, чтобы в российском образовании все-таки применялись эти инструменты, которые сейчас уже повсеместно есть. Понятно, что у каждого сегодня есть смартфон, в котором можно что-то снимать, что-то фотографировать, переписываться. Это все медиатехнологии, мы используем их каждый день, но, к сожалению, пользоваться ими умеем не слишком хорошо, и в образовательный процесс пока не сильно встроили. А ребята этим пользуются больше, чем мы, и хорошо бы, во-первых, нам подтянуться и уметь это тоже все. А во-вторых, понимать, как с помощью этих технологий можно делать уроки, занятия какие-то интереснее, ну и, в принципе, использовать их различным образом в образовательном процессе. Собственно, да, вот у нас мы проводим разные мастер-классы, с нами можно сотрудничать, мы открыты. У нас уже больше, наверное, даже 1300 тут циферка, это старая циферка. У нас уже полторы тысячи образовательных организаций по России, кто с нами работает. И мы передаем, собственно говоря, на безвозмездной основе всем образовательным организациям России на лицензии, на специальные две сборки академические мы сделали, видеоредактор академик у нас есть и фоторедактор, чтобы в школах, вузах, колледжах, СПО, даже детские сады, неважно какая образовательная организация, доп. образования, лагеря, библиотеки в том числе, кто работает с ребятами, они используют у себя софт и на занятиях совместных каких-то, и педагоги в том числе и в своих целях используют. Ну вот сегодня я вам расскажу, как можно, вот как один из примеров, как можно этим пользоваться. Собственно, какие проблемы у нас, да, это устаревшие учебные программы, недостаточное финансирование образования, но это такие общие, да, мы выделили. Ну вот одна из проблем, которая меня, например, волнует, как в том числе педагога, это потеря интереса детей к занятиям, и как-то хочется все-таки с помощью современных технологий, да, это немножечко обострить эту тему, как-то разрешить эту проблему. Сложная реализация проектов по цифровизации образования, тоже очень интересная история. Понятно, что сегодня у нас проект, у нас говорит о том, что нужно в эту сторону идти, но как туда идти, он не говорит, все пытаются решить какими-то своими способами, но, к сожалению, ни ресурсов у образовательных организаций на это не хватает, ни, может быть, каких-то, в принципе, ну вот временных даже, да, не только финансовых, чтобы какую-то методологию разработать, чтобы вообще придумать, как это применять. Мы стараемся эти боли тоже решать, то есть мы не только предоставляем инструмент, мы еще придумываем какие-то кейсы, собираем какие-то удачные отзывы, там, от других педагогов передаем, ну, эстафетную палочку, какие-то, может быть, метод-материалы прямо на уроке, там, и так далее, чтобы, ну, хотим собрать такую хорошую большую сборку, чтобы учителя могли пользоваться этим всем. Ну, соответственно, да, современный вот метод-материалы как раз затронул этот момент. Как я уже сказала, у нас программы простые, их легко освоить, они входят в единый реестр российских программ, то есть тут все в порядке, их можно использовать спокойно совершенно, они одобрены. Готовый метод-материалы у нас есть, сейчас немножко расскажу, где их можно брать, если интересно кому-то. Ну, мы проводим большое количество конкурсов, WorldSkills, мы серебряные партнеры, можно, если с ребятами участвовать в видеопроизводстве, занимаетесь, хотите эту компетенцию развивать у себя в регионе, мы можем поспособствовать этому. Олимпиада НТИ, мы в этом году новый профиль открыли, у нас там гуманитарно-инженерный профиль, научно-инженерная коммуникация называется, тоже можно с ребятами участвовать, там еще набор идет. И просто медийные профили различные, медийные конкурсы, в которых ребята могут участвовать, они есть годовые, есть в течение года появляются. Можно, ну, в принципе, они такие, мы стараемся делать их интересными, чтобы не скучные были темы, не скучный формат. И сейчас еще будем переходить на, наверное, для студентов, на какие-то конкурсы, потому что эту тему мы еще пока не затрагивали, но вот как раз хотим. Собственно, ну вот разные партнеры у нас, да, можно на них посмотреть, их много, это какие-то прям точечные. Чем хорошо для педагогов? Что могут делать педагоги, значит, с помощью программ? Понятно, что создание, в первую очередь, это медиаконтент. Все, что касается видео, это школьное телевидение, но это достаточно узкая специализация, все, что направление диджитал, это все, что касается соцсетей и всего, что выкладывается в интернет. Это ведение групп, это ведение собственных YouTube-каналов, это создание каких-то, вот, то, что касается информационных стендов, каких-то, например, объявлений, которые крутятся внутри образовательной организации, куда-то на телевизоры, да, на плазмы выводятся. Может быть, это какие-то оповещения в группах, в мессенджерах, это могут быть там Telegram, WhatsApp, еще что-то, то есть туда тоже могут выкладываться. Это различные материалы, собственно, вот это видео, фото, обработка фотографий позволяет, ну, конечно, верстать в программе нельзя, она именно по обработке фотографий, но зато с ее помощью можно создавать, не только редактировать фотографии, допустим, для прессы какой-то, да, там, для школьных изданий или для вузовских изданий, можно делать брошюры различные, можно, может быть, даже какие-то визитки, например, какие-то интересные делать, можно объявления, можно, ну, в общем, большое количество вот таких каких-то печатных ресурсов, которые можно распечатать, где-то повесить, положить, раздать и так далее, чтобы не только вот в Digital использовать, а если в направлении Digital, ну, соответственно, это все в электронном формате, также можно расшаривать по разным соцсетям и так далее. Кроме этого, у нас есть приложение в телефоне, которое скачивается тоже бесплатно, его можно установить, называется Malavi Clips. Ребята у нас на нем работают, снимают видео прямо на телефон и прямо сразу монтируют, что позволяет делать какие-то очень быстрые вещи, либо, например, для педагогов еще вот полезно, очень часто пользуются этим, на каких-то конференциях что-то снимают, прямо здесь монтируют и сразу выкладывают, чтобы вот очень быстро это все происходило. Какой-то обзорной какие-то истории, может быть, какие-то кусочки каких-то выступлений важные, которые можно просто, например, даже если это не социальная сеть, если это там не группа какая-то, да, а если это просто в мессенджере, допустим, группа между педагогами, один педагог уехал, остальные педагоги остались, всех на форум там не взяли, не пустили, он это снимает, кусочки эти тут же монтирует и тут же выкладывает своим коллегам. И коллеги, которые не смогли посетить форум, они в курсе вот каких-то основных трендов, тенденций, направлений. Вот, очень часто для этого тоже используются, и, в принципе, мне кажется, это такой достаточно хороший кейс. Создание мультимедийных лангридов. Почему можно делать, есть такой бесплатный сайт, если не видели, не знаете, тоже советую всем посмотреть, называется он Тильда, можно забить прямо в поисковике, Тильда, ЦЦ она называется, две Сочки. Она создает бесплатно, можно создавать посадочные страницы, грубо говоря, либо сайты одностраничные, двухстраничные, прям простые сайты. Очень легко осваивается, ребята тоже легко просто могут создавать с их помощью, собственно, какие-то прям отдельные сайты. Чем хорошо? Тем, что, поскольку у нас можно делать видео, можно делать фото, соответственно, текст тоже очень просто пишется, и получается, что у вас есть все для того, чтобы вы оформили собственный сайт. Осваивается, наверное, ну, я не знаю, тоже минут 30 вы потратите, чтобы понять примерный принцип, как это работает. Если разберетесь, то все остальное как бы очень просто. Создаете фото, создаете видео. Да, вот спасибо, кинули сразу ссылочку замечательно. Фото создаете, видео создаете, текст пишете, потом это все туда закидываете, и это в шаблоне все очень красиво, тильда, чем хороша, она позволяет сделать здоровский дизайн и не позволяет ничего испортить. То есть у нее так хитро сделано ограниченное количество шрифта, ограниченное количество возможностей там куда-то что-то вставить, и очень сложно что-то испортить. То есть как ни вставляй, как ни крути, все равно получается симпатично. Вот, всем рекомендую, посмотрите. То есть это я просто сразу рассказываю, как можно наше приложение, куда, да, вот их еще дальше, чтобы не просто поставить и пользоваться, а еще как бы вот понимать, что из этого можно делать. Соответственно, педагоги у нас могут принимать участие в мастер-классах, вот в каких-то вебинарах мы довольно часто проводим. В принципе, мы можем даже по вашему приглашению приехать к вам в регион, в город ваш, да, может быть куда-то дальше, там в поселок. Если мы наберем, например, там несколько школ и можем приехать прямо с мастер-классом получить сразу педагогов, например, в первой половине дня можно учить педагогов, во второй половине дня можно учить детей. то есть темы тоже разные. Можем обучить просто работе с софтом, можем добавить какие-то медиа теорию по созданию там и видео, и фото, и вообще каких-то редакций там или еще чего-то. То есть тут вот заявки нам можно присылать в почту, я вам потом попозже напишу. Разработка уроков занятий, да, можно пользоваться тем, что мы разрабатываем. Начали мы не так давно, но будем выкладывать прямо постоянно-постоянно. Тоже сейчас покажу сайт, где можно это все смотреть. Ну и, соответственно, можно еще использовать это все в сопровождении проектной деятельности, что сегодня тоже очень популярная история. поскольку сегодня нужна межпроектная деятельность, поскольку дети сегодня очень много инженерных, например, проектов делают, все равно видеосопровождение нужно. Ребята сегодня очень часто на защиту каких-то проектов приходят с видеопрезентациями, потому что защищаться в формате, допустим, там с PowerPoint, там уже не всегда можно. Некоторые комиссии требуют именно видеопрезентацию, чтобы была видеовизитка проекта о том, как ребята делали, чтобы это было не просто там словами, да, как бы видеоподтвержденное, что вот мы делали так, так, там тут снимали, так долго там разрабатывали что-то. Ну, собственно, с этим тоже очень можно легко помочь, потому что телефоны сегодня есть у всех, то есть камеры на телефонах, они прекрасные, вообще замечательные. Если у вас нет никаких ресурсов, видео, фотокамер, там и так далее, вы можете их и не покупать, потому что смартфона сегодня достаточно. Это ура-ура, хорошие технологии, которые можно использовать. Поэтому, в принципе, у вас есть все, у вас есть телефоны, у вас есть наша программа, мы ее можем вам отдать очень легко, поставите у себя, изучите, ну, как бы будем говорить, что она у вас тоже уже есть. Собственно, дальше можете использовать как угодно, ну, вот в том числе сопровождение проектной деятельности. Это наш сайт. На сайте есть раздел, вот я его специально прям показываю вам, это учительская. В этой учительской, вот, собственно, там будет копилочка, куда мы будем складывать все проекты, какие-то все как раз, можно нам, кстати, присылать, если у вас что-то классное есть, разработанные уроки, как раз, может быть, примеры, как можно проводить, там, сопровождать эту проектную деятельность, может быть, как работать с, допустим, там, буктрейлерами какими-то, если это вот библиотека касается, да, чаще всего библиотеки у нас делают именно буктрейлеры, потому что в конкурсах участвовать с ребятами проще всего, от библиотеки это именно вот к буктрейлерам пойти. Будем собирать туда все, мониторьте, это прям такая полезная штучка, я рекомендую. Что у нас есть еще? Есть учебник, это прям учебник-учебник, он рассчитан на целый год обучения, разработаны все уроки, по-моему, если я не ошибаюсь, там, 28 уроков, учитель может брать, рассчитано на 45-минутное занятие, в основном учителя информатики используют, то есть они просто берут и в течение года они каждый урок проводят, там все цели задачи, все расписано, берем, открываем, по этой ссылке проходим, здесь там снимаем, так нарезаем, то есть там прям все-все-все-все-все. Учителю, ну он может ничего не знать, просто прям открыть, посмотреть, один раз попробовать самому и идти на урок с ребятами проводить. Есть у нас такая еще история, как Movavi-блог, учебник у нас на сайте там же лежит, вот на этом, на предыдущем, который, да, вот не Movavi.ru, а вот этот вот наш, вот смотрите, edumovavi.com, вот этот, edumovavi.ru, наверное, он у нас, да, тут ошибочка, ru, да, com, это почта наша, edumovavi.ru. Давайте я вам сейчас вот так вот напишу, чтобы точно не потерялся. Так, ну-ка, вот, вот так он выглядит, edumovavi.ru. Скопируйте, забейте, проверьте, работает, нет. Это можно там найти. Есть у нас такая история, Movavi-блог, это на ютубе, у нас прям отдельная команда, есть ребят, которые делают влог. Влог очень классный, полезный, прям тоже всем советую. Больше 140 видео у ребят там уже есть, и они постоянно выкладывают, прям очень регулярно. Там есть по трем направлениям видео, которые можно найти. Первое, это про использование самого видеоредактора, что в нем делать, интерфейс какой, там где что нажать как раз. А вторая часть, это по теории, съемке теории монтажа. Очень много лайфхаков, как снимать из ничего, как на коленке какие-то делать вещи, когда у тебя есть там только фонарик на телефоне, и им только можно подсветить, и нет штатива, там какие-то книжечки подложить, снимать. Ну, то есть, или там применить какой-то эффект, и получится красиво. Можно вытаскивать оттуда теорию, я прям проверяла, все действительно, она соответствует, все так и есть, как ребят рассказывают, так действительно, вот в теории съемки, в теории монтажа, так и есть. То есть, они все правильно рассказывают. И третье направление, которое там тоже можно поискать, это идеи, как раз кейсы какие-то для уроков, потому что много очень, каких-то примеров, например, делаем заставку, как у Marvel. Я брала, прям тоже пробовала с ребятами такую штуку сделать, мы берем класс, говорим им, фотографируемся, класс придумывает какие-то здоровские фотографии, по-моему, там около 40 или 41 фотографий. Быстренько фотографируем, а потом из этих фотографий заставку Marvel составляем, когда она там крутится, 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 фотографии так перелистываются, если фильмы их видели, то, наверное, помните, и там выплывает название Marvel. Можно делать то же самое, только выплывает название образовательной организации, или кружка, или еще чего-то, но детям очень нравится, они в восторге. Таких кейсов там достаточно много, каких-то таких историй, которые можно, в принципе, использовать и на конкурсах, и на открытых каких-то занятиях, ну и просто с ребятами, собственно, на уроках. Так, что у нас для учителей есть еще? Есть тема «Учитель Малави». Про это есть на сайте прям подробненько. Это для неравнодушных учителей к медиатехнологиям, которые либо хотят научиться, либо готовы стать экспертами, выступить. Прям зайдите, почитайте, мы формируем сообщество неравнодушных учителей, которые готовы пользоваться медиатехнологиями и нести в мир какой-то свой опыт, тоже делиться им и так далее. Ну, то есть, вот пытаемся такое комьюнити сформировать веселых, интересных, активных учителей. Собственно, что для школьников, студентов? Тут у нас еще отдельные конкурсы, скидки у нас им есть, потому что бесплатно мы ставим только образовательным организациям, как бы на личный компьютер ребята со скидкой на это все покупают. Вот, и мы, в принципе, даже проводим стажировки для ребят в компании, такое тоже бывает, либо для тех, кто, ну, в основном, поскольку компания все-таки у нас IT, то здесь программисты, соответственно, для ребят программистов, но бывает и такое, что приходят ребята, допустим, там дизайнеры, может быть, или рекламщики, потому что таких тоже достаточно много, и в отдельных случаях иногда ребята очень толковые, очень классные, очень интересные, мы прям принимаем на стажировку практически, на работу, ну, и, в принципе, они потом могут остаться после обучения и работать, такие случаи тоже бывают, ну, и, в принципе, можно к нам приехать в компанию на экскурсию, если будете в Новосибирске, то можно такое тоже организовать, мы часто проводим такие мероприятия. Так, ну, вот, чаще всего спрашивают педагоги, да, зачем мне ваши программы, соответственно, любые уроки, занятия можно сопровождать, проектную деятельность, я уже сказала, видеостудии, мультипликация, кстати, отдельная тема, очень здорово в программе у нас делать мультики, детские сады этим пользуются, и не только детские сады, потому что это очень хороший формат, можно делать какие-то истории из подручных материалов, когда не надо снимать людей, пластилин, любые, вообще там, не знаю, сыпучие, нарезать что-то там из бумажек, просто фотографировать это все, опять же, на телефон, и у нас собирать в программе, чтобы получился мультиц. Ну, такая вот достаточно простая, на самом деле, история, очень здоровская, можно делать с помощью вот таких техник, обычно, если вот не мультфильмы, мультфильмы как бы больше для малышей, взрослые используют для создания заставок, потому что делать анимацию сложную, графическую, это, как бы, конечно, тяжело, не каждый освоит, а вот делать анимацию из подручных материалов очень здорово и выгодно смотрится, очень красиво, тоже можно, собственно, использовать как кейс. Ну, вот различные фотоклубы, профориентационная история, ну, и конкурсы. Про преимущества я вам уже сказала, вот выглядит у нас это вот так, видеоредактор и фоторедактор, который мы всем раздаем, собственно говоря. А теперь переходим к маленькой обучалке, расскажу, как пользоваться нашим фоторедактором, чтобы вы на примере посмотрели, как можно что-то быстро и просто сделать. Поскольку вот не очень хорошо переключаться на рабочий стол, я вам сделала принтскрин и покажу это вот в презентации, собственно говоря. Что вам необходимо? А мы сейчас попытаемся с вами создать объявление и попытаемся, создадим небольшое объявление, поскольку у нас тема библиотеки, то попробуем сделать это вот в формате нужного для библиотеки. Ну, допустим, у нас вот такая вот лекция, нам нужно сделать объявление, которое мы можем либо распечатать, куда-то повесить, либо выложить в интернет, либо переслать по какой-нибудь ссылке кому-то отправить, ну, в общем, каким-то образом всех оповестить, что у нас проходит мероприятие. Ну, то, что чаще всего, собственно, в образовательных организациях нужно. А что вам нужно? Вам нужны какие-то ваши фотографии, если вы хотите туда поставить что-то свое. Ну, допустим, там, код человека, да, важно поставить. Может быть, как раз там спикера, лекции там или так далее. Дополнительные какие-то картинки, чтобы все это дело украсить. Ну, и, собственно, текст, который вы туда будете публиковать. Вот, сейчас мы с вами начнем. Картинки на прозрачном фоне. Просто в Яндексе забивайте, ну, вот, я искала книги. Книги на прозрачном фоне. Формат это, ну, ПНГшечка, ПНЖ. Именно на прозрачном. Чтобы подложки никакой не было, тогда мы их можем, они как стикеры, они могут сверху накладываться на картинки, их очень легко им манипулировать. Их очень много в интернете на любую тему. Просто вот в Яндексе в картиночках забивайте на прозрачном фоне. Ну, и там все, что угодно ищите. Вываливается очень много. Просто сохранить как на отдельную папочку или там на рабочий стол себе куда-то, и можете их использовать. Дальше открываете программу. Когда вы ее откроете, она вот таким образом выглядит, интерфейс у нее. Собственно, вам интересна здесь кнопочка «Открыть файл». Нажимаете кнопочку «Открыть файл» и выбираете ту фотографию, с которой вы начнете. Я выбрала вот эту фотографию. Она у меня будет основной. Ну, как бы как основная. Просто с нее начинаю. Начинать можно с любой. Ну, вот хочу вот с этой начать. Это, допустим, будет наш лектор, например. Что мне нужно сделать? Я хочу ее вырезать с этого фона и поместить на тот фон, который нужен мне, для того, чтобы можно было рядом разместить еще какие-то тексты какой-то добавить. Ну, вот здесь мне неудобно писать. Я хочу, чтобы она у меня была маленькая и в уголочке. Что я для этого делаю? Собственно, вот давайте сначала покажу. Вот здесь вот есть у нас улучшение фото наверху. Если вы видите, вот ретушь, различные инструментарии сверху. И, собственно, там есть такая штучка, называется «Замена фона». Если вы на нее кликните, у вас справа откроется вот такая вот панелька с кисточкой. Здесь есть две кисточки. Одна вот зелененькая, она нажата, и вторая красненькая, собственно говоря. Давайте я вам ее сейчас подчеркну. Вот здесь вот. Вы ее выбираете. Сначала вы выбираете вот эту вот. Вот она зелененькая. И зелененькой кисточкой просто внутри обводите силуэт. Ну, как бы примерно по контуру. Не обязательно прям совсем-совсем там уводить. Вы тут видите, вот у меня кусочки книжки не обведены. Ну, вот я как бы примерно обвела. Дальше вы нажимаете красную, и красненькой вы обводите наоборот вокруг по контуру. То есть зеленой вы показываете программе, что оставить внутри, а красной вы показываете программе наоборот, где можно уже обрезать. То есть все, что нам не нужно. И, собственно говоря, нажимаете кнопочку «Следующий шаг». Вот она у вас тут внизу, кнопочка будет активная. И программа вам автоматически это показывает. То есть она еще не обрезала, она показывает. Обрежу вот так. И тут вы можете дальше еще поправить что-то. Может быть еще там где-то зеленым что-то, где-то красным подправить. Я бы, допустим, вот здесь вот уголочек какой-то не очень. Вот здесь вот, вот в этом месте вот мне волосы не очень нравятся. Вот здесь вот ухо недостаточно хорошо. То есть я беру кисточку там и эту кисточку чуть-чуть еще немножечко подправляю. Тогда программа мне обрезает вот таким образом. В принципе, это достаточно хорошо, на мой взгляд. Я ей говорю, хорошо, вот тут все время следующий шаг. Вот, то есть мне все нравится. И она становится на прозрачном фоне. Когда у вас картинка на прозрачном фоне, вам программа всегда ее показывает. Вот такая вот там шахматная доска такая на заднем плане. Все, это картинка на прозрачном фоне. Дальше я могу ее либо отдельно сохранить. Если я ее хочу сохранить, чтобы она осталась на прозрачном фоне, то я ее сохраняю не в формате JPEG, как обычные картинки, как обычные фотографии, а я ее также сохраняю в формате PNG, потому что этот формат поддерживает прозрачный фон. То есть у меня сохраняется только эта девушка, и фона никакого на ней вообще нет. Что я делаю дальше? Дальше я выбрала себе сверху другой фон. Здесь вот есть вот этот момент, сейчас вам покажу. Вот здесь справа. Можно выбрать, можно либо добавить какой-то свой фон, либо вот я просто выбрала цвет. Я сюда нажала, у меня открывается такая штучка, выбираем цвет. Ну вот окей, у меня пусть будет голубенький, у меня будет голубенький фон. Девушка будет на нем. Девушку я уже могу вот за вот эти вот краешки, если я ее буду вот здесь вот тащить, картинку. Я могу делать ее большой, могу маленькой, могу туда-сюда ее перетаскивать. Ну как бы тут уже как мне нравится. Я ее поместила внизу, и собственно вот здесь у нас есть такая вставка-вставка. Я могу вставить изображение. И я вот те, которые книжечки из Яндекса накачала, как раз вставляю сюда. Тоже по размеру я их могу туда-сюда регулировать, перетаскивать, пока мне не понравится, как это выглядит. Я оставляю книжку здесь, вот такого размера она у меня. Дальше я хочу добавить титр. Собственно титры, они у нас вот здесь, вот где кнопочка текст. Просто кликаю на, ну куда угодно на экранчике. У меня вываливается вот такая панелька, щелкните дважды для ввода. Дальше я работаю как в Word. Все то же самое, набор клавиш такой же. Если вы справа здесь обратите внимание, вот тут есть и цвета, которыми можно подобрать цвет шрифта, размер, обводка, жирный. Вот тут все как в Word. Можно отцентровать вправо-влево. Можно, вот они все вот эти вот, как в Word. Можно выбрать, собственно, кегль. Можно выбрать сам шрифт. Здесь все аналогично. Вот эти цвета, обводочки. Все как хотите. Можно пипеточкой выбрать, можно просто какой-то. И дальше поработать. То есть я здесь пишу надпись, которая мне нравится, и дальше размещаю ее где хочу. Поскольку я тоже вот здесь за хвостик могу ее тянуть, делать большой, маленькой, широкой, узкой, там, какой угодно. Вот я сделала себе две надписи и разместила их, собственно, на книжечке. Ну вот чтобы была у меня такая 24 октября, там будет лекция, любимые книги. Потом я их, правда, на буктрейлер переставила. Вот. И добавила еще одну картинку. То есть тоже опять нажала на добавить картинку. Вот решила, что раз про буктрейлер, пусть будет камера. То как-то пустовато. И у меня, собственно говоря, получилось вот такое объявление. Ну, как бы оно простое. И делать его, ну, я не знаю, там, минут, наверное, вы на это потратите. Ну, с поиском, ладно. А картинок, может быть, у вас это и займет 30 минут, но это даже много. В принципе, делается быстрее. Если вы до этого поделаете, попробуете, то на создание вот какой-то такой простой истории у вас будет уходить прямо минут 15. То есть это можно делать очень быстро, в состоянии обрала, это спасает. Когда забыли, что нужно сделать, или прибежали к вам и попросили срочно, давайте-ка разместим что-то где-то. Ну, как бы очень здорово. Хорошо использовать при каких-то, я не знаю, родительских собраниях, например. Очень классический пример, когда очень много нужно всего подготовить, родителям что-то нужно показать, на экран тоже что-то нужно вывести, временную подготовку нет, сели, быстренько что-то сделали. Ребята, конечно, используют это. Они могут посидеть, им можно давать какие-то большие такие сложные задания, чтобы они тут в несколько слоев поработали, чтобы они собрали какой-то коллаж, допустим, класса, и как-то это красиво смотрелось. Можно прям каждого ребёнка, у нас была такая практика, каждого ребёнка фотографировали из класса отдельно, потом собирали, например, в какую-то одну историю, в автобусе, допустим, они все едут, и в окне там мордашки торчат. Ну, такая симпатичная история. Тут как бы уже на фантазию, на задачу, смотря какая задача, смотря какие дети, какого возраста, ну, можно подбирать, соответственно, разные какие-то под них истории. Есть возможность, вот здесь вот эффекты ещё наверху, разные добавить, и чёрно-белые сделать, и какой угодно. Вот этот эффект ламо. Собственно, что ещё программа позволяет? Давайте пробегусь. Улучшение фото, вот здесь вот эта вот история улучшения фото. Можно улучшить автоматически, просто нажать кнопку. Зашита здесь нейросеть, она обучена, и она очень хорошо определяет баланс по белому, уровень яркости, контрастность. И вам это всё знать не обязательно, там есть кнопочка автоматическое исправление фотографий. И если фотография снята как-то не очень удачно, как раз может быть на телефон, где-то был пересвет, там сильно ярко, солнце светило на улице, допустим, там или ещё что-то, то программа всё это дело исправит. А «Ретушь» тоже потрясающая история, мне очень нравится, потому что «Ретушь» позволяет за очень прям минимальное количество времени быстро убрать морщины, не знаю, какие-то лишние предметы, на заднем плане что-то попалось, например, там вы фотографировали человека, а на заднем плане розетка, или вот часы, допустим, надо мной, и они мне не нужны. Я могу их убрать в два клика, там прям есть специальная такая штука, которая просто убирает лишний объект. Вы на него наводите, кликаете по нему, и всё, и он убирается. Ну, как бы это достаточно тоже удобная история. Можно делать глупости, которые часто в образовании не нужны, но на всякий случай можно, я не знаю, красить губы, глаза, менять цвет волос тоже в один клик. Ребятам иногда нравится просто побаловаться, пообрабатывать свои фотографии. Ну, как бы это больше, наверное, на какую-то такую заинтересовать во внеурочной деятельности, чем в урочной. Но, тем не менее, можно как-то с этим тоже поработать. Собственно, ну вот устранение объектов – это про то, что я сказала, а обрезка, ну, обрезка по формату тут, как вы хотите. Можно в любой формат, можно в любой размер, можно при сохранении тоже оставить любой формат сохранения, собственно говоря. Под, ну, под всё можно сохранять. Не только квадратные фотографии, да, какие-то или горизонтальные, но вы можете таким образом делать шапки, например, под канал на YouTube, у которых определенная, да, вот плашечка размера. Или, например, на Facebook у них тоже наверху плашечка, но другого размера, не такая, как на YouTube. Можно просто в Google забить размер плашки для канала на YouTube или размер плашки для группы в Facebook. Ну, и также ВКонтакте, например, аватарочки какие-то, ещё что-то. И вы можете и сами какую-то открыть, группу какую-то создать в соцсетях, что-то там, да, в любых открыть. Либо можете с ребятами вместе прям сесть, продумать дизайн целиком, как у вас будет выглядеть какой-то логотип, как раз вот придумать, создать на основе чего-то, да, сделать. Может быть, там обработать как-то здание, там, не знаю, вашей образовательной организации, чтобы оно там было маленьким и вмещалось, допустим, в аватарочку красиво. Или там на каком-то фоне было, там и так далее. Достаточно тоже быстро всё делается. Ну, текст – это у нас, собственно, шрифт, замена фона. Ой, устранение шумов. Да, он автоматически устраняет на фотографиях различные, ну, как это назвать, ну, в общем, да, когда шум, когда немножечко картинка рассыпается, не сильно качественная, он это тоже немножечко подшаманивает. Есть ещё одна обалденная история. Он реставрирует фотографии. Прям есть кнопочка «Отреставрировать фотографию», «Реставрация» называется. А чем хорошо тоже эта нейросетка делает, она сканирует фотографию, смотрит старые потрескавшиеся вот эти вот черно-белые фотографии, смотрит, где, какие у неё там места, да, где вот как раз, допустим, там краешек потрескался, может быть, белая полоса вот такая вот, да, появляется на ней. Он видит, что здесь этой белой полосы не должно быть и автоматически реставрирует фотографию прям нажатием одной кнопки. Чем здорово, какой кейс с этим есть, и ребята работают, у нас школа реальных дел, мы в школе реальных дел сделали вот один из кейсов, у нас ребята сейчас будут участвовать. Берут, ставят на ноутбук программу, берут с собой ноутбук, берут с собой сканер, берут с собой принтер и идут, допустим, в дом престарелых. И в доме престарелых у бабусинек, у которых очень много старых фотографий и которые хранят их очень долго, естественно, у них копии никакой нет, бабушка эту фотографию никогда никому в руки не отдаст, ну, как бы, да, куда-то там, чтобы вот она из поля зрения потеряла. А они приходят с оборудованием сразу, бабушка пришла, фотографию дала, её отсканировали и отдали тут же бабушке. Здесь же на ноутбуке ребята нажали кнопочку «Обработать», программа обрабатывает, и они здесь же распечатывают на принтере готовую фотографию, отретушированную, всё, отреставрированную, и тут же бабушке отдают. Очень классный кейс, потому что он очень эмоциональный, ребятам заходит, им очень нравится эта история. Ну, как бы бабушкам тоже неописуемо нравится, конечно, но дети в восторге, потому что они понимают вдруг, что вот такая прикладная история, как они могут помочь прям сразу, они прям сразу видят эффект. Он не какой-то пролонгированный, а он прям здесь. Ну, это, конечно, очень здорово. Тоже вот рекомендую, можно пользоваться. Так, ну, собственно говоря, чтобы сохранить, у вас справа внизу вот кнопочка «Сохранить» зелёная. Если вы на неё нажимаете, то здесь всё оптимально, тот формат, который вот самый максимально хороший. Если не хотите в настройках ничего исправлять, просто вот как бы хотите, чтобы всё было хорошо, то просто набираете вот здесь название, собственно говоря, вашего слайда, да, вашей фотографии. Вот здесь либо JPEG, если это уже фотография, либо PNG выбирайте, если на прозрачном фоне хотите сохранить. Всё, и нажимаете кнопочку «Сохранить». А ну, в обзорчике можно выбрать, куда сохранить, чтобы вы не потеряли, чтобы он не к себе в библиотеке сохранил, там, да, на диске C, где очень сложно искать. А выбрали, например, себе рабочий стол, там, красную папочку, и всё, и у вас это, собственно, там отобразится. Просто нажали кнопочку «Сохранить», всё, всё сохранилось. А выглядит вот так. Это я уже открыла в окне просмотра. То есть, как у вас было, в принципе, там. Ну, вот. И воспроизводится везде, потому что это JPEG. JPEG кушает все программы, все просмотрщики, все плееры. Ну, вот такой самый стандартный вариант. Вот. Это то, что касается фотографий. Вот такой вот небольшой кейс. Теперь попробуем сделать то же самое в видеоредакторе. Так, сейчас я вам включу-включу, и надеюсь, что у вас пойдёт видео, и буду его комментировать. Я делала то же самое, только в видеоредакторе, чтобы получилась какая-то более-менее анимация. Так, давайте вы мне напишите. Вот сейчас плюсики у вас есть. Сейчас я на паузу нажму. Идёт видео? Если идёт, напишите плюсики у меня, что вы видите. О, отлично, замечательно. Спасибо большое. Вот, смотрите, я открываю программу, выглядит она вот так. Нажимаю кнопочку «Добавить файлы». Выбираю файлы, которые мне нужны. Собственно, что мне понадобится? Я хотела сделать сначала, поскольку это объявление, я хотела сделать сначала какую-то привлекашечку, такую, ну, вот три слайда, которые просто поменяются, поменяются, привлекут внимание. Я предполагаю, что это будет либо в соцсетях где-то проигрываться, либо, опять же, на каких-то плазмах, например, в образовательной организации, крутиться, чтобы все увидели. Поэтому первые несколько секунд, обычно это секунд пять, это какая-то вводная заставочка, а потом, собственно, та информация, которая нам нужна. Я добавила три слайда. Это просто три фотографии. Я их из интернета тоже взяла. Что я здесь делаю? Смотрите, все фотографии в интернете в основном, они, ну, и все фотографии с разных ваших носителей, не важно, будете его фотографировать на фотоаппарат или на телефон и так далее, в основном они все формата неэкранного. Экранный формат, это формат 16 на 9, здесь вот можно его увидеть. А, здесь я вам не покажу, к сожалению. Да, посмотрите, справа под, вот девушка книжку читает, у нее справа внизу под экранчиком 16 на 9. Так, я вот даже стрелочку здесь не выберу, да, чтобы вам показать. Ну, ладно. 16 на 9, это формат экранчика, вот у нас монитор такой. Фотографии, они в основном обрезаны, вы увидите, девушка, у нее сбоку черные остаются, такие полосы, потому что вот как раз не формат. Что нам нужно сделать? Я нажимаю кнопочку на панели инструментов, кнопочка, которая обрезает формат. Вот смотрите, как это выглядит. Вот я нажала, автоматически программа обрезает. Ну, вот я чуть-чуть девушку тут повыше, экранчик подняла, применить. Все, они у меня 16 на 9. Вот это я тоже сейчас попробую сделать 16 на 9, но мне сама фотография не нравится, поэтому я сейчас выберу другую, чтобы этой не было. Ну, она какая-то вот не очень удачная, к объявлению не сильно подходит, какой-то сильно страшный, яденько, что-то мне не понравился. Поэтому я его сейчас... Ох, не подвисало бы еще. Фану нанесла немножко. Сейчас подождем. Должно. Ага. Идет. Вот у меня висит картинка. Так, сейчас посмотрим, что можно сделать. Давайте, наверное, попробую ее еще раз перезапустить. Откроется в момент. Вот так, так, так. А, у меня даже несколько штук открыло. Сейчас попробую закрыть. Не закрывается почему-то. Так, ладно. А если я вот эту пущу? Не хочет показываться. Так, может быть, нам Павел Юрьевич поможет. Почему у нас немножечко подвисло. К сожалению, лишнего... Мария, у нас все показывается. Вы зря закрываете. И презентацию не закрывает. Отлично. Алло. Ай-яй-яй. Ладно, тогда сделаем так. Я вам давайте расскажу на словах, а потом просто расшарю вам это видео, и в принципе, мне будет все понятно. Мария. Даже что-то происходит. Она как-то временами отмирает. Мария. А потом... Ну ладно, пусть она пытается. Пытается, а я вам пока расскажу. Смотрите, значит, что можно сделать здесь. Можно использовать... Мария, вы меня слышите, видите? Ой-ой-ой-ой. Ага. Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Все было нормально. Возможно, у вас были просто какие-то задержки при демонстрации. Все демонстрировалось нормально. А он у меня просто... Да. О, все, вот я вижу. Окей. Я это немножко перемотаю. Старайтесь его не останавливать. Тогда все будет нормально. Потому что при паузе он замирает на какой-то длительный период. Вы просто не щелкайте, ждите, пока он продолжит. Отлично. Хорошо. Все, я вас... Вот, замечательно. Смотрите, я вставила другую фотографию здесь. Обрезала тоже фон, да, чтобы он был 16 на 9. И хочу добавить... Обрезала по времени. Можно за краешки подтягивать. Можно просто ножнички такие наверху есть обрезать. И хочу добавить переходы. Переходов в программе очень много разных. Сейчас он что-нибудь там... Ох, все равно подвисает немножечко. Разные переходы есть. Есть вот такие, например, которые разрезаются в разные стороны. Такие не рекомендуется использовать. Только если на фотографиях нет людей. Потому что, ну, как бы, если на людях применять такой эффект, то они разрезаются в разные стороны головы, руки, ноги. Это не очень красиво, эстетически не сильно выглядит. Я вот всегда за такие переходы, либо просто плавно картинка перетекла одна в другую, либо вообще просто растворение, даже без наезда, без отъезда. И делаю появление в начале картинки. Вот смотрите, чтобы она из черного фона появилась. Не просто внезапно возникла, а потихонечку, постепенно из черного фона она появилась. Вот. Тогда они аккуратненько, собственно говоря, появляются. Вот. Ну, в принципе, этого достаточно. Это как раз 5 секунд для начала. Появилось. Вот они быстренько поменялись динамично. Можно, в принципе, еще, наверное, побыстрее даже сделать для привлечения внимания. Собственно, внимание привлекли. Дальше нужно сделать фон. Так, сейчас посмотрим, что я там дальше делала, я уже не помню. Сейчас буду вам рассказывать. По идее я хочу добавить фон и к нему как раз добавить уже наши вот эти книжки, девушку и название, чтобы это все где-то появлялось. А, музыка обязательно, да. У нас есть база звуков и база музыки, а также различные фоны, заставки, которые можно спокойно использовать. Чем хорошо, особенно база музыки. Как вы знаете, у нас авторские права достаточно скользкая тема с ребятами. Если использовать, обязательно им рассказывайте про то, что у каждой музыки, у каждой мелодии есть свои авторские права, как и у каждой картинки. И они, наверное, уже тоже знают, как пользователи Ютуба, что если вы что-то заливаете на Ютуб, и там какая-то популярная музыка, он вам сохранит ваше видео, но не сохранит ваше аудио. И если вы заливаете туда, допустим, какой-то знаменитый фильм, даже если это фрагмент из фильма, небольшой такой маленький кусочек, например, вы вставляете в свою презентацию это, и Ютуб распознает это как фильм, он тогда вам как бы и видео не покажет. Вот, здесь все, собственно говоря, база с открытой лицензией. То есть все, что здесь есть в программе, его можно использовать спокойно в любом качестве. И в образовательной деятельности, и в коммерческой деятельности. Тут как бы все полностью открыто, выкуплены все права, мы их передаем вам, чтобы вы могли использовать, как вам нравится. Подвисает все-таки немножко картинка. Вот, я перетащила музыку вниз, внизу появилась у нас аудиодорожка. С ней можно работать так же, как с видеодорожкой. И выложили три картинки. Для того, чтобы картинки было видно на фоне, я ставлю эти картинки поверх. То есть сколько вы хотите картинок на одном фоне, чтобы появлялось, столько вы их поверх друг дружки и ставьте. Они как матрешка там друг на дружку наслаиваются, и это все видно, как будто это одна картинка. На самом деле это несколько разных слоев. Здесь то же самое, что и в фоторедакторе. Их можно делать большими, маленькими, переставлять куда угодно. Единственное отличие от фоторедактора, я здесь задаю им длительность, поскольку это видео, сколько они будут по продолжительности. Я примерно рассчитываю на то, что по аудио спрашивают по поводу Creative Commons. Creative Commons позволяет использовать музыку в некоммерческих целях, но это не полностью лицензия. А здесь лицензия полностью расшарена, то есть вы можете и в том числе и в коммерческих целях. Это не Creative Commons, это вообще свободная лицензия. Но с ребятами, когда будете работать, если хотите скачать в группу, куда-то скачать в группу у нас. Собственно, вот, я тут подравниваю как раз по размеру. Я хочу, чтобы они появлялись. Не все сразу вывалились вместе с фоном картинки, а появлялись одна за другой постепенно. Поэтому я задаю им время и вначале ставлю появление. Прямо секундочку, чтобы это дело все появлялось. Ну, я подтягиваю тоже под размер. Собственно, смотрю, сколько мне нужно. Могу обрезать, могу вот тоже, опять же, за краешки тянуть. И добавляю титр. Мне нужно теперь, чтобы появились надписи. Титров очень много тоже разных. Они все анимированные. Да, у Creative Commons разные разновидности, да, это точно. Смотрите, я добавила титр вверх. Два раза на него кликнула, и я в рабочем окне могу делать с ним все, что угодно. Я выбрала ту анимацию, которая мне здесь больше всего нравится, потому что она двусторонняя и подходит, собственно, к книжечке. Я хочу, чтобы на книжке появился титр, так же, как у нас было в фотографии. И все дальше точно так же. С титром вы работаете, опять же, как в Word. Вы выбираете шрифт, размер, цвет, переставляете, как вам нужно, центрируете, курсив, жирный и так далее. Я пишу тот же текст, который мне, собственно, был нужен. Сейчас вот как раз посмотрите, как я с ним работаю. По длительности титр тоже можно задавать сколько хотите, то есть вы можете его растянуть, и тогда он у вас будет долго, медленно появляться, потом он будет долго висеть, и потом будет медленно исчезать. Либо можно, наоборот, его сократить, и тогда он очень быстро будет выбегать. Но анимация вся сохранится, то есть сама анимация либо ускорится, либо замедлится. Но тут уже зависит от того, как вам хочется. Здесь очень много, на самом деле, интуитивных вещей, когда вы просто просматриваете раз за разом и понимаете, что там что-то вот здесь сильно медленно висит, хорошо бы сократить, или как-то слишком быстро не успел прочитать. Для титров рекомендация такая, когда эта подпись внизу под вашим, допустим, кем-то, у кого вы берете интервью, имя, фамилия, должность. Обычно титр, либо название фильма, и оно короткое, допустим, висит где-то около 5-7 секунд. Ну, как бы такой средний вариант. Но обычно режиссеры монтажа включают титр и три раза медленно прочитывают его вслух. Вот если они три раза успели его прочитать, то тогда зритель, когда увидит первый раз этот титр, он пока сообразит, что это титр, что его надо прочитать, пока сообразит, где там начало, пока прочитает. Ну, как бы как раз, вроде как, и проходит это время, когда если ты три раза просто вслух медленно прочитал. Так что, ну, вот такой вот маленький лайфхак. Сделали титр, три раза его прочитали, потом можно его убирать. Я тут меняю еще саму полосочку, пытаюсь утащить ее вот... Ну, то есть мне не надо, чтобы он прям в центре появлялся, я хочу, чтобы именно вот в книжечке появлялся. Поэтому вот такой вариант делаю. Сейчас как раз сделаем про лекцию туда еще. С титрами история такая. Есть специальные титры для начала, чтобы какой-то фильм какой-то появляется. Есть титры для подписей, когда вы какую-то интервьюшку берете, еще что-то нужно там директора подписать или ученика какого-то. И есть финальные титры, которые как в фильмах, они либо там скролятся, либо тоже появляются, которые можно подписывать там автор фильма и так далее. И есть ряд еще каких-то таких специальных штук, где, например, вот внизу может бежать, допустим, обратный отсчет времени, либо камера мигать, вот как будто это у нее будут такие уголочки, рек, и вот этот рек будет мигать. То есть можно накладывать и создавать с помощью этого какие-то эффекты. Собственно, что еще умеет программа? Если вы вправо посмотрите, пока тут титры я делала. Здесь справа верхняя часть, вот там, где пленочка и треугольничек, где play. Это все, что касается добавить файлы, музыку. Вы можете добавлять файлы свои какие угодно. Он читает все. Все форматы, большую часть форматов, которые есть, он распознает и аудио, и видео. То есть с любого носителя вы сюда можете перекидывать, ничего не конвертируя, он должен все это дело распознать. Дальше волшебная палочка – это фильтры. Фильтры всевозможные. Есть цветокоррекция, есть какие-то эффекты, которые можно накладывать. Я потом, чуть попозже, по-моему, там где-то даже покажу их. Есть переходы, вот, собственно говоря, титры у нас активные. То, что под титрами, вот эта лупа, это когда вы работаете с статичной картинкой, например, с фотографиями, вы не хотите, чтобы она была статичная. Да, вот пусть музычка пока проиграется. Вот, смотрите, как титры выглядят. Вот так. Он повисел, мы прочитали, но здесь, на самом деле, недостаточно. Висит долго. Я бы подольше еще, может быть, сделала. Вот, я сейчас сейчас сделаю исчезание, не только появление, но и исчезание, чтобы картинка не просто, да, вот этот фотоаппарат, там у нас книжка и девушка, а чтобы они исчезли, потом исчезнет медленно также фон, и музыка тоже медленно затихнет. Вот, сейчас я подровняю фон, чтобы он тоже чуть-чуть задержался, но исчезал. Немножечко пусть повисит, потому что сильно быстро, даже я не успела прочитать, собственно, по второму разу, да, вот так сделаем. Что можно еще делать вот по поводу анимации? Можно эти картинки анимировать? То есть мы можем чуть-чуть заморочиться, сделать так, чтобы, например, фотоаппарат снизу выползал, куда-нибудь так, где, вот так, в руку тоже вылезало, книжка, например, там, допустим, откуда-то появлялась, была маленькая, и потом там выросло большое, допустим, стало. Это тоже делается просто. Вот, на аудиодорожке я поставила точки громкости, просто правой кнопкой мышки щелкать, у вас вываливается список всего, что можно сделать с аудиодорожкой. Ну, вот точки громкости, они позволяют просто мышкой потом сдачить их, куда вам нужно. Вот, смотрите, какой получился у нас, собственно говоря, результат. Заставочка. Вот у нас все потихоньку появилось. Вывалился титрик. Это может висеть сколько угодно, долго там, несмотря, да, куда вы это повесили, как долго вам нужно это. Ну и закончили. Дальше. Давайте. А, вот то, собственно, сохранить. Для того, чтобы сохранить, тоже просто пишите название, просто куда сохранить, потому что он и так оптимально сохраняет в самом лучшем варианте MP4. Ест тоже любой проигрыватель, везде вам его откроет. Кто хочет, может поковыряться в настройках, там, для тех, кто понимает в этом, и кто хочет делать видео, допустим, максимально маленьким или там, наоборот, максимально качественным, можно залезть, все там поправить, и аудио. Ну, то есть, вот, она достаточно в этом плане профессиональная, но на самом деле туда залезать, может быть, и нет нужды, потому что по умолчанию стоят те настройки, которые максимально хорошие для видео. Ну, собственно, все, файл у нас сохранен, и он просто у нас открывается дальше в окошечке. Вот такая история. Смотрите, 1856, я уложилась. Отлично. Я вам сейчас расшарю. Давайте, галочки поставлю. Так, и видео, и презентажку, можно будет это все скачивать. Собственно говоря, давайте, наверное, вернемся к презентации ненадолго. Так, сейчас она у нас быстренько загрузится. Хотела показать вам последний слайдик, просто с контактами, и рассказать, наверное, пару минуточек, прям, может быть, даже меньше, про то, как это все можно получить. Получить все очень просто. Мы образовательным организациям передаем лицензии через лицензионный договор. Нам можно через наш сайт написать, там есть такая кнопочка, получить бесплатно, вот для образовательных организаций. Заходите на наш сайт, кликайте на кнопочку получить бесплатно, и у вас там будет форма, которую можно заполнить. Заполняете форму, мы высылаем вам лицензионный договор. Вы указываете количество лицензий, сколько вам нужно. Мы оборудуем компьютеры, все, на которых работают ребята. То есть, если вам нужно, вот мои контакты, куда нам можно писать, можно звонить, где можно что смотреть. Мы передаем лицензии на все компьютеры, как я уже сказала, с которыми работают ребята. То есть, это могут быть какие-то компьютерные классы, это могут быть медиаклассы, если это библиотека. Ну, собственно, везде клубы какие-то, доп. образования и так далее. Все, где вы можете работать с ребятами. Можете указывать нужное количество, подписываете от образовательной организации, и мы вам высылаем ключи, высылаем файлик, с которого можно скачать, установить. То есть, это все дистанционно. Все, что вам нужно будет, это интернет, чтобы скачать. Устанавливается все очень просто. Инструкцию по установке мы тоже вам пересылаем. Ну, собственно, можно пользоваться. Так, как вы? Образовательная организация. Смотрите, лицензия на образовательную деятельность нужна только. Тут мы не смотрим даже коммерческое и некоммерческое. Все, что нужно от образовательной организации, это лицензия на образовательную деятельность. И компьютеры мы оснащаем те, доступ к которым есть у ребят, чтобы вы могли именно с ребятами заниматься, чтобы не просто поставили где-то там неизвестно где. В библиотеке мы тоже ставим, потому что библиотеки тоже с ребятами занимаются. А библиотеки чаще всего, как я уже говорила, делают с ними либо буктрейлеры, либо вместе с ними обрабатывают какие-то как раз для печати что-то, для прессы. Может быть, для оформления библиотеки какие-то делают. Может быть, даже на стеллажи у нас ребята делают всякую нумерацию, алфавитный порядок, еще что-то такое. Цитаты какие-то там красивые вырезают, тоже что-то такое делают. Может быть, как волонтеры, может быть, у вас занятия с ними проходят. В библиотеке тоже ставим. Да, конечно, пишите нам. Либо можно просто нам на нашу почту, вот эту еду собачка Мавави, написать «Здравствуйте, я оттуда, то, что нужно делать, и мы пришлем вам инструкцию». Да, в библиотеке мультики тоже делают, действительно. У нас в основном мультфильмы делают детские сады, конечно, либо начальная школа, там совсем прям первый-второй класс, потому что им проще всего работать с мультиками. Но у библиотеки, да, у нас в Новосибирске, на самом деле, библиотеки больше используют все-таки под буктрейлеры, потому что сейчас это такая прям тенденция-тенденция, конкурсов достаточно много, и ребятам нравится снимать про книги, потому что изучать они их все равно изучают, делать какие-то, может быть, даже сочинения на эту тему писать, им не так нравится, а вот снять про книгу какой-то трейлер и рассказать, да еще и с интригой, ну, как бы им очень нравится. Все, спасибо вам большое, пишите, будем рады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!